Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала! Сегодня мы с вами будем шить зайчиком. Для начала нужно подобрать ткань, с которой мы будем его шить. Я подготовила несколько видов тканей и тканей компаньонов, которые у меня есть. Некоторые ткани можно использовать как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Ставьте лайк, подписывайтесь, если еще не сделали этого. Ну и начинаем! Для своего зайчика я выбрала вот эту серую ткань. Она очень приятная на ощупь, мягкая и по ней очень хорошо рисовать пастелью сверху, чтобы сделать роспись вокруг глазок и по швам. Также нам нужна будет выкройка нашего зайчика. Я все свои выкройки храню в таких маленьких пакетиках для удобства, чтобы они не потерялись и не перепутались детали. Все свои выкройки я рисую на обычной бумаге. К тому же можно использовать даже уже использованную бумагу, на которой что-то нарисовано или напечатано. Таким образом я экономлю бумагу и спасаю лес. Шить зайчика будем вот по этой выкройке. Вот его тельце, лапка передняя и задняя, две детали для головы, ушко, подошва. А также у него есть вот такие шортики. Переведем выкройку на ткань, ручкой или карандашом. Также нам нужны будут ножницы, палочка для выворачивания и набивания. Я использую ножницы с тупыми концами. Нитки и иголки. Нитки подбираем по цвет ткани. Я использую армированные нитки. Они очень прочные и практически не рвутся. Их очень сложно порвать. Итак, мы перевели выкройку на ткань. У нас получилось два тела зеркальных. Я отметила себе места, которые не будут зашивать вот такими палочками. Места для набивания. И также вот такие треугольнички. Это места, которые я сошью вместе. Вот так. Чтобы придать форму. У нас получилось четыре передние лапки. По две одинаковых и две зеркальных. Две детали одной выкройки головы. Также зеркальных. Лапы задние. По две штуки. Две зеркальные части второй выкройки головы. Также уши. И дополнительную ткань я выбрала вот эту с розами. И я вырезала квадратик по размеру уха. Также нужно будет два. И последнее это подошвы. На изнаночной стороне карандашом, так как ткань очень тонкая, я нарисовала, перевела выкройку сюда. Я обведила выкройку ручкой. Не советую использовать ручку, так как, когда мы будем шить, будут очень сильно пачкаться пальцы. И это не очень хорошо. Так уж повелось, что шить зайчика я начинаю именно с нижних лапок. Вставляем нитку в иголку. На конце завязываем узелочек. Берем две зеркальных лапки. Это у нас одна. Лапкой кладем одну на другую. А это будет вторая. Начинаем мы вот отсюда. С угла. Мы вставляем с изнанки иголку. Здесь необходимо закрепить. Я вставляю обратно. И не затягивая нитку до конца, оставляю здесь вот такую петельку. Я вставляю рядом иголку обратно. И теперь я затягиваю, пройдя внизу в эту самую петельку. Вот так мы закрепили. И теперь сошьем вот до этой линии. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok И в конце теперь мы закрепим нитку аналогичным образом, как в начале. Субтитры создавал DimaTorzok Отрезаем нитку и снова делаем узлочек. Теперь мы сошьем вот отсюда до сюда. Опять вставляем нитку в самый уголочек с одной стороны. И теперь нужно закрепить. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok И в конце мы тоже закрепим нитку. Добавил субтитры создавал DimaTorzok 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 И закрепим, как и во всех предыдущих случаях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И у нас с вами осталось немного нитки на иголке, она очень короткая, но мы не будем ее выбрасывать, мы используем ее, чтобы закрепить другие детали. Вот, например, две издали головы. Прежде чем нам нужно сшить вот по этой линии две эти детали. Но прежде чем полностью сшивать сразу все, мы сначала закрепим нитку внизу, а потом уже отсюда вниз будем сшить, чтобы они не съехали и не разъехались. То есть рисунок был точный. И две детали выкройки точно совпадали. То же самое мы сделаем и с этими частями головы. Нам нужно сшить их вот по этой линии. Мы сначала закрепим тут внизу, а потом сошьем. Делаем узелок. Делаем узелок. Сначала вставим иголку вот в этот уголочек с изнанки. И теперь на второй детали в этот уголочек с лицевой стороны. И закрепим. И обрежем нитку. И снова делаем узелочек. И снова делаем узелок. И теперь на второй детали в этот уголочек. У нас эти две детали сшиты в этом месте. И здесь. И теперь нам нужно сшить эти две детали отсюда вот до сюда. И эти две детали вот здесь. По этой линии. И вначале, конечно, закрепим нить, как всегда. Иногда получаются вот такие вот узелки. Каким-то образом вышло так, что нить не затягивается до конца. Но ничего страшного, нам это не важно, потому что все это изнанка и абсолютно не будет видно. Музыка. 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 Теперь нам нужно сшить две вот эти получившиеся детали друг с другом. Сшивать мы будем их вот так, лицевыми сторонами внутрь. Приложим вот так вот и сошьем с двух сторон. Это форма головы, так называемая тыквоголовка. Стоит из четырех частей. И сначала, конечно, для своего удобства мы закрепим вот здесь и вот здесь и только потом будем их сшивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА